По решению Оперштаба разрешена торговля на всех открытых площадках и рынках. Во вторник на Зелёном рынке в столице вновь можно будет купить овощи и фрукты. Пустые мраморные прилавки ждут санобработки. Уже завтра здесь разложат помидоры, огурцы, свежую зелень и клубнику. На рынок возвращаются продавцы овощей и фруктов. Решение принял Оперштаб. Карантин ещё действует, поэтому особые санитарные меры обязательны к исполнению. Все торгующие, а также все посетители рынка проходят проверку перед входом в рынок бесконтактным термометром. Обязательно дезинфекция рук. Ну и также нами проводится осмотр с целью выявления лиц, которые могут находиться, например, чихание, кашель, что-то непонятное. Тоже мы сразу реагируем. Расстояние между прилавками по требованию эпидемиологов должно быть не менее трёх метров. Так что на Зелёном рынке продавцов друг от друга будет отделять один свободный стол. Исключение для тех, кто арендует сразу несколько столов или для членов одной семьи. На сегодняшний момент мы готовы порядка 90% принять всех желающих на рынке с обеспечением неподходимых мер. Фактически мы можем принять порядка около 600-700 торгующих. Это вместо привычных 1700 продавцов. Впрочем, уверяют на рынке, на ассортименте это не скажется. Среди других обязательных к исполнению правил уже привычные маски и перчатки. И никаких очередей. Расстояние между покупателями около двух метров. А ещё приглянувшийся помидор с прилавка сможет взять только продавец. Покупатель касается покупки только после того, как расплатился. За соблюдением всех мер безопасности будут следить сотрудники милиции и камеры видеонаблюдения. Такие же строгие требования будут действовать на всех рынках республики. Впрочем, купить фрукты и овощи можно и на привычных уже прилавках. Они десятками работают в каждом городе и районе республики. У нас сохранили действия ранее, выданные разрешения на открытие торговых площадок. У нас сейчас их будет 10. И многие желающие купить эту продукцию могут воспользоваться непосредственно в каждом микрорайоне, купить овощи, фрукты на этих площадках. Поэтому поток людей, мы не думаем, что увеличится. И таким образом все меры будут соблюдены. Уже во вторник овощные ряды на зеленом рынке оживут. Здесь вновь начинается бойкая торговля. Предлагать молодой картофель, сладкую клубнику и краснобойкие помидоры продавцы будут каждый день, кроме понедельника. С раннего утра и до обеда. Инна Сочалка и Гермацота, ТСВ. Продолжение следует... Продолжение следует...